Лариса Кириллова В настоящем будущем через призму истории еврейского народа. И я представляю своего гостя. Это краевед, педагог, директор Музея евреев Даугупа-Селатгалии, автор многочисленных книг и публикаций Иосиф Рачко. Добрый вечер, Иосиф. Добрый вечер. Но традиций менять не будем. И начинаем нашу программу с обзора новостей. Со следующего учебного года в школах Латвии планируется запретить пользоваться мобильными телефонами ученикам первых-шестых классов, если устройства не будут необходимы для изучения учебного предмета. Предусматривается, что учебные заведения должны будут установить условия и порядок использования технических средств в учебном и воспитательном процессе, а также для общения. Запрет на использование телефонов может также распространяться и на дошкольников. Автор данной инициативы, депутат Сейма от оппозиционного объединенного списка, Чеслов Байтня, по его мнению, с помощью внесения изменений в закон, будут защищены те школы, которые по своей инициативе уже ввели ограничения на использование телефонов. Идею поддержали несколько фракций Сейма, а также Латвийский профсоюз работников образования и науки и Латвийская ассоциация руководителей образования. К слову, использование мобильных телефонов на уроках уже запрещено в Нидерландах, Греции и Италии. Еще в июне Министерство образования высказалось о том, что дети украинских беженцев должны посещать латвийские школы в обязательном порядке. Но дальше слов дело не пошло. Поэтому сегодня часть детей, приехавших в Латвию из Украины, продолжает обучаться дистанционно в своих родных школах. Но часть родителей все-таки приняли решение в новом учебном году отправить детей в школы ДАУПЛСа. Согласно данным Управления образования, в этом году в городские школы пришли на 20 украинских детей больше, чем в прошлом. На данный момент учебное заведение города посещает 141 украинский ребенок. 85 из них являются учениками основной школы, 6 посещают среднюю, 2 учатся в салу-школе и 48 детей посещают детский сад. Дошколята чувствуют себя комфортно в новых для себя условиях. Они хорошо адаптировались. Некоторые дети за эти три года неплохо освоили государственный язык. Ну а те, кто учатся в 8-9 классах, им сложнее. Но для них, для всех доступна необходимая помощь. И у нас нет информации о том, что к этим детям со стороны наблюдается какое-то особенное отношение. Наоборот, родители отмечают, что их дети неплохо интегрировались в школьную среду. Марина Исубова также отметила, что у части детей семи беженцев наблюдаются психологические и эмоциональные проблемы. Но они решаются с помощью психологов. Эта неделя знаменовалась поистине историческим событием для Даугавпилса. Наш город стал более энергетически независимым. В понедельник была открыта вторая новая котельная предприятия Даугавпилс Илтумтыклы, которая работает на щепе. Она была построена на базе ТЭЦ-2 в микрорайоне «Новое строение». Это вторая большая котельная, работающая на щепе. Мы становимся все менее зависимыми от одного вида топлива. В основном это был природный газ еще несколько лет тому назад. Сейчас мы способны работать на щепе, на природном газе и на нефтегазе. Смеси пропана-бутана по необходимости, что из видов топлива наиболее дешевое. Год назад, 3 октября, была заложена капсула времени во время начала строительства котельной. Котельную строила СИОМОНом по концепции «Design Build». То есть генподрядчик был ответственен и за строительный проект, и за его реализацию. Весь процесс был завершен в течение полутора лет, начиная с подготовительных работ и вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. Строение замечательно тем, что выглядит встроенным в горку. Естественное возвышение использовали для устройства хранилища для щепы. Строительство котельной существенно улучшило положение города в энергосфере. Теперь «Далгопил» сам может выбирать, каким топливом ему выгоднее топиться, а не зависеть от частных производителей теплоэнергии. В сравнении с 2021 годом удельный вес теплоэнергии, который «Далгопилсил» и «Тонтыклы» покупают у частных производителей, снизился с 52% до 12%. Вновь построена котельная – одна из основ стратегии энергетической безопасности города. В 2022 году, когда частники, которые на тот момент поставляли более 50% тепла городу, внезапно отказались это делать, внезапно стали неплатежеспособными. И тогда у города был очень высокий риск, что тариф может достигнуть и 300, и 350 евро за мегаватт-час. И именно те решения, которые мы принимали по необходимости строительства котельной на щепе на ТЭЦ-3, по строительству котельной на щепе по ТЭЦ-2, именно этими решениями закладывалась так называемая энергетическая безопасность города. То есть на сегодняшний момент, за последние 5 лет, в эксплуатацию в «Далгопилсе» сданы более 60 мегаватт мощностей на щепе, которые станут основой энергетической безопасности города. Сейчас мы можем выбирать между разными видами топлива природный газ, пропамбутан или же щепа. Это решение будет зависеть от его стоимости. Конечно, приоритет самому дешевому. На данный момент это щепа. Все поставщики щепы на наши теплостанции – это местные производители, это христианские хозяйства, это в какой-то степени предприятия, которые занимаются деревообработкой, потому что тот продукт, который сюда приходит, нигде больше практически не используется, кроме как тепло на теплостанциях или производство древесных гранул. В рамках проекта была построена котельная центрального отопления, работающая на биотопливе. Ее мощность – 20 мегаватт, которые обеспечивают 2 10-мегаваттные топки котлов с подвижными колосниками. Один – конденсационный экономайзер дымовых газов и электростатический фильтр, а также другие необходимые для обеспечения технологического процесса устройства. Общие издержки на реализацию проекта составили чуть более 20 млн евро без НДС. Муниципальному акционерному обществу Даугу Пилселтомтыклы была выделена поддержка в размере 4 млн евро из Европейского фонда Кахезии. На редкость теплая осень отодвигает начало топительного сезона в Даугу Пилсе. Тем не менее, рано или поздно он наступит, и дома в массовом порядке начнут подключать к системе центрального отопления. Это произойдет, когда в течение трех дней среднесуточная температура воздуха не поднимется выше плюс 8 градусов. Но у тех жителей, которые чувствуют себя не очень комфортно при температуре плюс 9 и выше, могут обратиться в обслуживающую организацию с просьбой подключить свой дом к отопительной системе, не дожидаясь 8 градусов. Правда, есть нюансы. Решение о преждевременной подаче в дом тепловой энергии должно быть принято большинством собственников квартир. В случае отсутствия письменного заявления о конкретной дате подключения отопления, решение по этому вопросу примет само ПЖКХ с учетом погодных условий. Предприятие предлагает инициативным группам или уполномоченным лицам своевременно обратить внимание на этот вопрос и при необходимости подать письменное заявление с указанием выбранной даты подключения дома к отоплению. Итак, мы вернули студию. Напоминаю, говорим сегодня о прошлом, настоящем и будущем через призму истории еврейского народа, но с самого начала, наверное, следует разговор начать с того, что, Иосиф, у вас уже вышла, скажем так, третья книга, знаменитые евреи Латгалии, да, вот, я так понимаю, это первая книга, да, и сейчас третья книга. Ну, хвастайтесь, о ком и о чем вы там написали? Ну, что там значит хвастаться? Хвастаться – это тяжело хвастаться. Вот я, это третья книга, как вы сказали, о знаменитых евреях Латгалия, пока на русском языке, это примерно 300 страниц, да, примерно 70 фотографий тех знаменитостей, да, которых я последние годы нашел. Здесь не только долгопилские, хотя, конечно, превалируют наши долгопилские, да, евреи Динобург и Денинская и Далкупицы, которые не попали в первую книгу, во вторую, потому что со временем изучаешь что-то дальше, дальше, и находишь новых, новых людей, которых я считаю знаменитых, в том числе и Резакны и так далее. Ну, конечно, нас интересует наш родной город, да, я нашел, например, всемирно знаменитого такого композитора Юджина Бирмана, который родился туда, в области жил, потом уехал и стал действительно очень знаменитым. И я думаю, что его место рядом, например, с Марком Ротко и другими такими знаменитостями и так далее. Ну, есть люди, которых вы, конечно, ну, например, еще мы мало знаем, например, такой Валентин Плучик, который всегда писал и пишет о том, что он родился в Москве. И, конечно, к нам он не имеет отношения, да. Какие-то годы тому назад один родственник написал, что это какой-то мой родственник, начал дальше изучать, и оказалось, что Валентин Плучик родился в Двинске, на улице Ригас, в доме, который принадлежал к какому-то рачку. То есть моему родственнику, да, дальнему, да. И мы можем гордиться тоже этим человеком. В нашем городе, например, родился такой Гилель Шторх, человек, который уехал до начала войны в Швецию и был из тех, кто спас сотни-сотни евреев, да. Он как раз его родственник, который приезжал сюда, в Дагубис. Ну вот, сегодня на улице Цель идет ремонт, там, где была почта, да, до войны это банк был, да, на которых руководительный банк был Шторх, тоже из этой семьи. Так что если хорошо поработать, то, конечно, можно что-то еще найти. Ну и во всех таких маленьких городках, да, тоже были евреи, которые внесли знаменитый вклад. Но были не только евреи, которые я бы их назвал антизнаменитостями, да. Например, через наш город прошла биография Соньки Золотой Ручки, да. Я не знаю, можно ли ей гордиться, да, но во всяком случае это интересно, да. Но она в историю вошла. Она вошла в историю, но никогда не говорит, что она имела дело в Дагубисе. Но, естественно, она вышла замуж, опросила какого-то старого еврея, да. Естественно, его бросила и обобрала, да. Так и должно было быть, да. Ну и, конечно, к антизнаменитости я отнес и евреев, которые работали в годы советской власти в карательных органах, да. Они там были очень знаменитыми, да, поменялась власть. Некоторые по глупости, некоторые работали в разведке, но я их назвал антизнаменитостями, да. Да, что это, да. Антигероями. Антигероями, да, гордиться. Я не думаю, что можно, но знать о них надо. Вот примерно все, если когда-то... Ну вот это, вот все эти книги, ваши публикации, это исследовательская работа, да, которая, ну, требует и достаточно времени, и терпения, потому что в архивах не все есть, а если есть, то это нужно искать. И архив — это не только латвийский национальный государственный архив, это нужно покопаться, наверное, и в других архивах других стран. Насколько сложно сегодня заниматься исследованием? Ну, мне трудно сказать, сложно и не сложно. Я историк, я привык, что надо все время работать, встать утром, включить компьютер, читать книги и работать, да. И тоже после работы, после работы в школе то же самое, да. Ну, конечно, я сегодня... Нету доступа к российским архивам, это понятно, да. У меня есть знакомые, например, которые мне пишут и рассказывают, что вот я знаю о таком-то, о таком-то, и я постепенно это собираю, да. Есть газеты, есть книги других авторов, да. И это дает возможность найти таких людей. Конечно, очень трудно найти знаменитости в каких-то маленьких городках, да. Там, там, в каком-нибудь объеке копился, там, или в Ливанах, да. Ну, и там были знаменитые люди. Например, во второй книге нашел человека, который был наполовину евреем, родился в этом городе, в Ливане. Потом принял как будто христианскую веру на бумаге, да. Я переехал в Германию, вступил в национал-социалистическую партию, работал в разведке, нацистской разведке. Был тоже послом, ну, или одним руководителем нацистской разведки в Шанхае. Там он встретился, конечно, с Рихардом Зорге. – Ничего себе. – Да, и этот самый, этот человек, который из Ливана, да, говорит Рихардом Зорге, слушай, вот у меня тут газета, да, почитай, что там интересного. Рихард Зорге, потом газета, он говорит, а знаешь, это по-русски, я же не понимаю по-русски, да. То есть, представляете, насколько были люди осторожны, да. Ну, вот так, этот человек, которому я вам рассказывал, он потом написал несколько очень интересных книг, к сожалению, недоступных. Надо работать, да, и прославлять наш город, и не говорить, как рижане, только всё у нас, да. А когда была моя выставка «Замятые евреи» Латгария, первая и вторая, да, и «Давгописы», да, они говорят, боже мой, мы даже не представляли, да. Да, и другие говорили, как жалко, что я родился в «Давгописе», и ты бы мне написал. – Но вы не только автор многочисленных книг, вы ещё и, скажем так, идейный вдохновитель и организатор музея, которые посвящены также жителям «Давгописе», то есть, по большому счёту, вы ещё и музейный работник, ну, в той или иной степени, да. Вообще, как долго существует этот музей в «Давгописе», и с чего вообще всё начиналось? – Значит, я не чувствую себя музейным работником, да, вот. Ну, наверное, рано или поздно я стану экспонатом этого музея, как и все директора музеев, да, но я ещё пока ещё говорящий экспонат, да, что очень важно. А я вообще впервые услышал о том, что в Риге существует музей, который назывался «Эбры-Латвия», да. И у меня до этого тоже была такая идея, когда на каком-то собрании выставил, что неплохо бы нам создать музей, да, «Давгописе, посвященном евреям города или нашего региона». Ну, как-то остался неуслышанным, естественно, да. Вот. И профессор Штейман, покойный, у которого я учился, мне сказал, послушай, Иосиф, да, надо подъехать к Ригу посмотреть, что там они сделали. Может, и ты что-то сделаешь, да. До этого я писал о Илье Эренбурге, который был депутатом нашего города, о спортсменах евреях, да, там ещё, музыкантах, или не помню что. Он говорит, надо подъехать в Ригу посмотреть, что там они сделали. Я приехал в Ригу, я познакомился с директором музея, и меня это очень заинтересовало. Директор музея, это был человек, который прошёл Холокост, и я подумал, слушайте, человек прошёл Холокост и создал музей, да. А что, я не могу это создать, да. И так постепенно начал создаваться лет, я думаю, 15 он уже существует. Я начал собирать ещё до того, как вообще был этот музей, какие-то документы, книги, да. То есть, я надеялся, что-то я создам, что-то такое, да. Не всё сразу же это удалось, не было помещения, руководство не всегда было готово сказать «да», да. Но после ремонта, которая была осуществлена благодаря пожертвованию детей Марка Ротко, на втором этаже синагоги, стало свободное помещение, и я его оккупировал, как принято теперь говорить, да, это была женская половина, и постепенно стал делать что-то. Я, правда, зашёл первый раз, когда уже решили, что я уже буду делать, я думаю, ну что тут я буду делать, откуда я возьму деньги. Начал писать проекты, были неудачные, познакомился с такой Ириной Горкиной, которая работала в Думе, в нашем университете, да. И какие-то проекты выиграл, и постепенно стал сам всё это делать, писать и так далее. Ну, и, наверное, уже в музее 30, наверное, стендов стоит, или витрин, мы их называем, существуют, и стенды уже захватил кусочек первого этажа. Конечно, да, там, где Моррисон, немножко вякует, да, что это не совсем кошерно, но неважно, да. Вся в случае я получаю удовольствие, да, от своей работы. Плохо, хорошо, там ругают, не ругают, я как-то уже не беру это в голову. Главное, что он существует. Мы продолжим говорить буквально об этом, но через несколько секунд. Итак, мы вернулись в студию. Напоминаю, говорим сегодня о, в том числе, об истории еврейского народа и тех персонах, знаменитых, которые, ну, жизнь которых непосредственно была связана с Далкой Полсом и с нашей Латгалией. Иосиф, ну, тем не менее, вы считаете жемчужиной своей коллекцией музейной? Что? Знаете, у каждого свое мнение. Я и не могу сказать, что вот это что-то такое, а это нет. Например, у нас в синагоге есть книги, то есть молитвенники, которые были изданы, скажем, в 1860 году и которыми пользовались наши раввины. Например, на одном из витрин есть книга, несколько книг, которые были изданы в Кейптауне, Южная Африка, и молятся в Вильнюсе, в Варшаве. Написано там на иврите, да, есть очень большие такие старые книги, молитвенники. Мы, к сожалению, не владеем ивритом, да, потому что священник на ивритом, но это вот и есть музейная экспозиция, да. Например, приезжают люди, как-то один приехал, несколько людей приехали из Америки и говорили, знаешь, Иосиф, то, что ты сделал от Даугу, это очень хорошо, да, ты это сохранил, память и так далее, но то, что ты сумел сохранить и собрал какие-то фотографии, книги о маленьких городах Лат-Галли, вот это самая цена. Я помню, приехал какой-то дядечка из Америки и говорит, я был в Еврейском музее, то ли в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке, а он из Дагды. И он говорит, я там был, там ничего нет про Дагду, естественно, да, 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 вот именно, да, мы не котируемся, да, а ему сказали, да, там есть еврейский музей, да, купил сюда, и там есть про Дагду. И он пришел, я помню, что я уже выходил в синагоги, какой-то черт опять идет, я уже хочу домой. А он говорит, я из Америки, ну, пока же, ну, конечно же, нельзя отказаться евреем. Он прошел, и вдруг увидел Дагду этот стенд, говорит, это же мой дядька, посмотри, ой, это же я знал того, я знал того. И как это ты мог собрать, это я взял, ну, то есть я ездил в Дагду, какие-то евреев еще искал, да, ну, и так далее, то есть, ну, не знаю, что там, что там самое. Ну, то есть вы понимаете, что людям это надо, что есть еще потомки этих людей, которые хотят знать историю своего рода. Да, да, люди приезжают, спрашивают, да, вот кто-то родился в Дагу, пилосили в Дагу. Хорошо, вот, например, если я, ну, вот, собираюсь к вам на экскурсию, что вы мне предложите? Ну, моя экскурсия, где очень простая, да, уже во дворе стоят стенды, если вы видели, да, это рассказ о еврейской жизни, евреях нашего города до войны, до войны, да, вот, синагоги, расположение города, и, да, потом я, мы заходим в синагогу, я рассказываю какие-то там у нас есть памятные доски, да, например, Марка Ротко, да, и другие, и я рассказываю об истории синагоги, как она называется, когда создалось ее, ее устройство, да, внутреннее устройство, почему так, почему два этажа, что вот это, значит, что вот это возвышение обозначает, да, я рассказываю о том, как у нас происходит молитва, я знакомлюсь со свитком Ветхого Завета, на мой взгляд, это супер, потому что это свиток Ветхого Завета был написан в середине 18 века, да, ну, вот, в архиве я это нашел, да, я думаю, что не каждый музей в Латвии может похвастаться свитком в середине 18 века. Кстати, вот в тему вопрос, а вот спрашивают, ну, скажем так, экскурсанты или ваши посетители, вот такой вопрос, почему вот в первой половине 20 века Далгополз действительно оказался еврейским городом? Ну, вы знаете, я Лариса, не могу вам сказать, что он оказался сплошь еврейским городом, еврейский город, если было бы 90%, 70%, да, например, такие, как Рибини, да, в свое время, да, там было где-то 70%, да, были годы, когда это так было, да, значит, если вы точно, перепись перед Первой мировой войной, да, это было в 1913 году, да, за годы начала Первой мировой войны, у нас в Далгоползе проживало примерно 113 тысяч человек вообще во всем город, в целом, в целом, да, из них половина, то есть 56 тысяч, даже больше, 57, это были евреи, то есть 49,3% это были евреи, да. Хорошо, я возвращаюсь к этому вопросу, почему именно Далгоползе, я знаю, что Рибини, в Прейле частично были представители этого народа, и, ну да, Далгоползе, и все, мне кажется. почему все? То же самое было и в Резакне, да, и в Резакне, и в Роклянов, и Краслава, да, город был больше, да, если вы знаете, такая черта оседлости, где евреям разрешали жить, и где не разрешали жить, ну, вот мы попали, как раз, в ту черту оседлости, где евреям разрешали, и поэтому здесь было много народа, потом не забудьте, что мы находимся как раз на стыке, да, и Латвии, ну, тогда это было Российская империя, и Польша, да, и поэтому это сказалось, да, что это был многоконфессиональный город, многокультурный, и так далее, так это было до Первой мировой войны, прошла Первая мировая война, значит, у нас была половина, да, если можно, я вам расскажу простой, такой коротенький анекдот, можно? Можно, тем более, что вы умеете их рассказать. я не знаю, я не знаю, это хороший анекдот, то есть я обычно туристам рассказываю, что в Далкупе, все в 1913 году, это не Далкупе, в Двинске, в 1913 году, жило столько-то евреев, это было половина, то есть половина, вы спрашивали, сколько евреев в Двинске, говорит, половина, а вторая половина, это их жены, да, и поэтому, вот вы смеете, американцы этого не понимают, они говорят, соу, ну и что, да, то есть для них, да, ну, что есть, то есть, да, ну вот, и поэтому у нас было 40 синагог и молитвенных домов, да, то есть люди спрашивают, неужели это было, да, то есть у нас есть такая карта, где эти вот молитвенные дома, да, и это, конечно, и если было столько евреев, то, конечно, здесь родились знаменитые раввины, знаменитые художники, писатели, да, здесь было все какие возможные организации еврейские, политические партии, конечно, они между собой, конечно, грызли, но это не без этого, да, вы же сами знаете, да, вот, ну, и поэтому это все было, и поэтому вот такое огромное население, да, это дало толчок, да, к тому, что из нашего города вышли сотни и сотни, не только знаменитостей, а все знаменитости во всем мире, да. Ну, по большому счету, получается, что первая половина, скажем так, не первая, ну, ну, да, начало 20 века, это расцвет, да, это, понимая вообще культурной еврейской жизни, в Даугавпилсе, да, и бизнес какие-то проекты, ну, сейчас так мода называют, да, но смотрите, пришла Вторая мировая война, и мы знаем, что происходило, да, и число еврейского населения, мне кажется, и в Латвии вообще в целом, да, оно уменьшило значительно, а тот, кто остался, я так понимаю, тоже было нелегко, начинать все с нуля, по большому счету, с большими эмоциональными проблемами, Лариса, я жил уже после Второй мировой войны, я вам хочу сказать, что вот прошла Первая мировая война, и в 1935 году была перепись населения, да, жителей Латвии, так уже в Даугавпилсе было когда-то 110-113 тысяч, а стало, дай бог, 44 тысячи в 35 году, наш город резко уменьшен, и еврейское население составляет всего лишь 25%, 11 тысяч, вот резко, пришла Вторая мировая война, да, вы знаете, что такое холокост, в Даугавпилсе было гетто, и в гетто было согнано не только даугавпилско-еврейка, да, но и из Краславки, да, и из там, переглядывались вишки, и из Прейли, да, но из Прейли никого сюда не пригнали, да, я понимаю, ваше родное город, там в Прейли, там все было сделано на месте, да, ну вот, и из Ливан, да, и так далее, из Дагды сюда были, да, и еще 2,5 тысяч литовских евреев, которые бежали, да, от наступающей нацистской армии, не успели уйти, да, люди, конечно, бежали, но это, кстати, вообще трагедия, о которой мне не хотелось говорить в советской власти, на латвийско-российской границе в 41-м году стояли заграды отряды и не пропускали беженцев, не потому что они евреи, у вас нет паспортов, это было правда, только начались менять паспорта в 41-м году, а вы евреи вообще на каком языке, вы говорите, на иедыше, так это же немецкие, вы шпионы, идите все назад, да, были случаи открытия огня, да, говорили, что Красная Армия уже отбила все, и все в порядке, люди вернулись назад, да, и это трагедия, у нас в Далгописе было гетто, в котором было 13,5 тысяч человек, да, выжило примерно 100, некоторые из них вернулись сюда, из этих 100 выживших, да, их освободили на территории Германии, Польши, те, кто что-то понимали, да, они ушли в американскую зону оккупации, да, выехали в Америку, стали количественными людьми, как мы говорим, да, а вы люди, которые вернулись назад, они не понимали, да, то есть советская власть был только один год, их вызывали в соответствующие органы и спрашивали, слушай, ты еврей, как ты выжил, 6 миллионов погибло, а ты живой, ты сотрудничал с гестапо, ты ковал победу Вермахтна, да, ты вообще был на оккупированной территории, сейчас расскажу, просто время ограничено, вот мы сейчас сделаем большую паузу, и мы вернемся к этому разговору буквально через несколько секунд. Ну что ж, мы вернулись в студию, вот прямо сейчас начинаем такое очень сложно обсуждать тему, гонение еврейского народа, Иосиф, ну вы историк, вы краевед, но вероятно, вы уже, может быть, нашли для себя ответ на вопрос, почему к евреям такое отношение, почему вот их гонят, вот как бы вы говорите, оседлый образ жизни, да, но этот оседлый образ жизни без гонения, ну, он даже уже сегодня не представляется, в чем дело? Это целый комплекс вопросов, ненависть к евреям началась тогда, когда племена, да, которые жили тогда в Палестине, в Далеке, они стали говорить, что у нас один Бог, да, один Бог, до этого люди верили в камни, в деревья и так далее, многобожие, евреи стали первым народом, у которых стали монотеистами, да, и это вызывало удивление, да, что какой-то народ верит только в единого Бога, да, когда появилось христианство, да, среди их тоже начали уничтожать, даже в Древнем Риме, там и христиан не любили, да, но это был первый народ, который стали гонять, да, Римской империи, его гоняли, выгнали через Северную Африку, часть евреев выгнали, там, в Европу, да, каких-то гоняли еще и до того, да, которые жили в районе Тигра и Ефрата, если вы знаете, Ефрат, очень похоже на слово евреи, да, вот, их оттуда выгнали на входа Носор, людей, которые пришли на левый берег Ефрата, стали называться евреи, и вот они пошли дальше, евреи жили в разных странах, их им не давали землю, потому что они, богатый, развиваться не хотели, чтобы они чем-то еще занимались, то есть ограничивали их права и возможность работать, но чтобы выжить, надо было что-то делать и приспособиться к этой жизни, поэтому, вот, евреи, вы все умеете жить, не то, что умеете, жизнь заставила выжить, да, да, и это прошло через всю историю еврейского народа, Германия проиграла Первую мировую войну, и появились партии, которые начали думать, о чем мы проиграли, да, вроде воевали, и вообще война была не только на территории Германии, а больше там, на территории Франции, да, кто-то виноват, всегда кто-то должен быть виноват, всегда можно найти это национальное меньшинство, нашли, что евреи виноваты, они богаты, смотрите, какие в их руках экономика, да, они банны, они плохо воевали, хотя это не так, среди процентов евреев, награжденных высшими наградами Германии, да, в первом, было гораздо выше, чем у всех других, да, и, в конце концов, возникла идея о том, что евреи виноваты во всех наших бедах, да, вот начались гонения, возник уже, антивизм всегда существовал, и Гитлер его укрепил, да, усилил, и так далее, да, и это распространилось по всему миру, да, естественно, мы к этому уже привыкли, что нас не любят даже сегодняшние события, Иосиф, но одно дело не любить, другое дело истреблять, ну, скажем так, правильно, единственная организация, и было, которая решила истребить евреев, это была нацистская Германия, евреев не любили в Латвии тоже, да, но Холокост здесь пришел, когда пришли здесь нацистская Германия, да, то есть они принесли сюда этот ужас, и другое дело, что здесь часть местных жителей подключились к этому, да, евреи были соседями, они работали, они имели какое-то хозяйство, да, и, конечно, они были экономическими конкурентами людей, и это было неприятно, евреи работают, мы тоже работаем, а мы бедные, а евреи якобы богаты, а евреи живут в городах, а мы бедные крестьяне, живем в деревнях, хотя я когда-то писал о работах, что евреи были неотъемлемой социально-экономической частью Латвии, Латгаля самолучая, но на самом деле, евреи – это отдельная группа, они, еврейские дети, ходили в свои школы, да, у них был свой бог, они по-своему одевались, у них праздники были свои, они не ходили ни в костел, ничего, Новый год у евреев начинается почему-то в октябре, в сентябре, да, почему-то, да, а у всех совсем другие праздники, да, и поэтому, конечно, люди, которые не так, как другие, да, они вызывают всегда подозрения, да, и сегодня тоже беженцы тоже у нас подозрения вызывают, кто его знает, что у них там на душе, мы их не любим, да, и, конечно, это тоже не любили евреи. Ну, скажем так, мы их, может быть, опасаемся, опасаемся, да, но опасаемся, но в конце концов, антисептизм развел, развел таким пышным цветом, по разным причинам, это экономические, политические, религиозные, да, вот, и народ не любит, но что делать, пришло, придется выжить нам, понемножку выживаем, я к этому, когда силы берете, вот, я не знаю, я знаю, что мой образ жизни очень простой, встал утром, попил чай, сел за компьютер, за книги, но сколько сейчас, вот, какова численность еврейской диаспоры в Дагубился, мы знаем, что последние годы, когда появился это возможность, очень многие уехали, эмигрировали, после войны, после Второй мировой войны, в нашем городе жило несколько тысяч евреев, да, постепенно, когда стало возможность уехать, а это было не так просто уехать, это, что невозможно было выехать, а если вы выезжаете, если вы там, доцент, ты должен за это еще было заплатить, тебя увольняли с работы, да, и выгоняли с партии, да, люди, которые верили в это, да, я знаю, такие случаи, которые от расстройства умирали, и так далее, для них это был удар, да, люди стали выезжать, особенно после 67-го года, после такой шестнадцатой войны, стали выезжать, потом стали выезжать в Америку, и так далее, это все было непросто, евреев долго не выпускали, была такая операция свадьба, когда евреи пытались группа захватить самолет и выехать, да, их называли отказники, один из них, конечно, был из Дагубился, без Дагубилска евреев же вообще ничего не оконится, вот, и это, конечно, отложило напечаток, но у нас есть теперь свое государство, и евреи всегда надеются, что оно спасет, Тора, то есть Ветхий Завет нам говорит, что мы будем служать вечно, что бы ни было, мы должны выжить, у нас нет другой, нет другого выхода, да, ну, смотрите, ну, почему, хорошо, но потом начали уезжать еще второй, как бы, поток массовый, это после 2000-х годов, да, я так понимаю, что вот в эту волну, ну, уехали ли все, наверное, кто не успел уехать? Да, да, наверное, тогда уже сказали, А почему? Почему уезжали из Латвии? Я расскажу, Латвия стала свободной, демократической, и каждый человек мог выехать, да, как правило, любой еврей сталкивался с антисемитизмом, да, и там, да, 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 ну, естественно, в любой точке мира, да, даже там, где нет евреев, их тоже, говорит, не любят, вот, япония, у нас нет евреев, но мы их тоже не сильно любим, насчет Монголии ничего не могу сказать, вот, и каждый еврей сталкивался с антисемитизмом, кому-то не давали учиться, скажем, в магистратуре, кому-то не давали там писать, какие-то книги, цензуры, кто-то прошел это, кто-то не прошел, кто-то мог стать директором, и кого-то прижимали, и не давали, и каждый еврей мог сказать, что я всегда, когда-нибудь, да и сталкивался хоть раз с антисемитизмом, да, конечно, говорили, что все хорошо, все мы любим и дружим, но это не так, да, и люди стали уезжать в Израиль, некоторые, конечно, уехали в Америку, кто-то, это самое, но решили выехать из Советского Союза, где свободы слова не было, да, и надеялись, что там, там, на земле обеда ванновой, все будет хорошо, да, сначала стала уезжать молодежь, то есть Израиль стал проводить такую политику, у нас есть какие-то курсы, программы, поехали молодые, ой, там хорошо, да, там хорошо, мы будем служить в армии, нас примут в институте, что я тут буду мучиться, за ним уехали папа, мамы, дедушки и бабушки, город очистился от евреев, сегодня у нас евреев немного, сейчас скажу, чем меньше евреев, тем больше организаций и больше начальников, да, у нас существует две еврейские организации, правда, одна входит в другую, да, не так просто понять жизнь Востока, у нас существует религиозное общество, да, да, но сколько все-таки, сейчас скажу, просто у нас очень время, все понял, в религиозном обществе существует 30 человек примерно, да, это евреи, мужчины, с аналасовым традицией, которые должны посещать синагогу, у нас есть светская еврейская община, да, там примерно числится около 150 человек, из них 75 евреев, то есть половинка, да, могу рассказать неприличный анекдот, давайте мы завершим программу совсем другим, буквально два слова, что называется, 2 октября евреи празднуют Новый год, 5,5 тысячный 785, даже запутается в этих цифрах, вы можете вот в преддверии этой даты поздравить своих сыровых, вот, вот, Лариса, вы правы, вы все знаете, как всегда, вот новый календарь, да, 5 785, сейчас идет 5 784, да, да, я всех евреев и неевреев поздравляю с наступающим Новым годом, хочу, чтобы все были здоровы, чтобы над головами был мир над нами, да, и чтобы наша страна была благополучна. Ну что ж, вот на этой ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова